Всем здравствуйте, меня зовут Владимир Добрицкий и это программа «Отраслевая повестка. Северный Кавказ». По словам полпреда президента России Юрия Чайки, темпы развития Северного Кавказа продолжают сохранять устойчивую положительную динамику. Давайте рассмотрим подробнее. В этом выпуске строительство одной из самых крупных мечетей на Северном Кавказе. Основные тенденции развития Северокавказского федерального округа и итоги многонациональной премии «Горы России». В Ингушетии достраивается одна из самых крупных мечетей на Северном Кавказе. Проектировщиком выступила компания из Дагестана «Архи Групп». В этом году в городе Магаси планируют ввести в эксплуатацию мечеть Сердца Кавказа, главную соборную мечеть города вместительностью до 10 тысяч человек. Огромных размеров мусульманский храм разместится на площади в 20 гектаров. Ожидается, что это будет самая большая мечеть в регионе и одна из самых больших на всем Северном Кавказе. Мечеть имеет четыре минарета высотой 65 метров каждый. Три этажа оборудована пандусами для маломобильных граждан. В цокольном этаже разместился музей исламской культуры. Конечно, такие сложные объекты, как мечеть, под силу не любому проектировщику. В планах сдать объект уже в нынешнем году. О том, как субъектам Северного Кавказа удается успешно преодолевать вызовы со стороны внешних рынков и какая помощь им оказывается федеральными органами власти, в эксклюзивных комментариях Юрия Чайки изданию «Вестник Северный Кавказ». Спикер заявляет, можно с уверенностью констатировать, что темпы социально-экономического развития регионов СКФО продолжают сохранять устойчивую положительную динамику. Особенно ярко эти тенденции можно проследить по таким показателям, как индексы промышленного производства и производство продукции сельского хозяйства, а также по результатам строительной отрасли и розничной торговли. К примеру, индекс промпроизводства за январь-май 2022 года составил 111,1%, а объем ввода в эксплуатацию жилых домов 167,4%. В рамках совместной инициативы в июне 2021 года по поручению Михаила Мишустина разработаны модели экономического развития субъектов Северокавказского федерального округа, обеспечивающие наращивание их экономического потенциала. Разработка моделей проводилась на основе современных решений с привлечением научного, экспертного и бизнес-сообщества. Всего проанализировано более полутора тысяч проектов. По итогам рассмотрения утверждено 35, на сумму более 1,7 трлн рублей. Стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года – основной документ стратегического планирования макрорегиона. В ее разработке, начиная с марта 2020 года, полпредство принимало самое активное участие. В частности, в правительство и Минэкономразвитие России направлялись обобщенные предложения субъектов округа по ее формированию. В ходе согласующих процедур аппарат представил более сотни поправок и дополнений, которые в большинстве были учтены в итоговом варианте стратегии. Подробную информацию вы можете найти на страницах журнала «Вестник Северный Кавказ». Ссылки мы оставили в описании. Архиз признан лучшим горнолыжным курортом Северного Кавказа. Всесезонный курорт Архиз в Карачаево-Черкесии стал лауреатом первой национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северного Кавказского федерального округа». Как сообщает журнал «Вестник Северный Кавказ», победители премии определяли путем народного онлайн-голосования. Всего в конкурсе приняли участие более 300 представителей горнолыжной индустрии. Среди 29 номинаций выбирали и лучшие горнолыжные курорты страны, горные отели, банные и спа-комплексы. Торжественная церемония награждения лидеров индустрии прошла в Москве и собрала на одной площадке более 100 гостей – руководителей горных курортов и отелей, представителей федеральных ведомств, ведущих СМИ. Курорт Архиз представлял заместитель генерального директора «Кавказ.РФ» Николай Гончаров. На этом все. С вами был Владимир Добритский. Ждите следующий выпуск отраслевой повестки на сайте и в социальных сетях холдинга «Евромедиа». Ссылки вы можете найти в описании. Не забывайте проявлять активность. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. До встречи в следующем выпуске.